Шалом, православные! Витаю, католики! Сонцухату, дорогие соотечественники! Гутен Морген, белорусские пограничники! Ну что, готовы получать от мигрантов? На самом деле, ситуация, которая сегодня развивается на границе с Польшей, это капкан. Это ловушка. Люди, когда поймут, что их обманули, а туда их сегодня пригнали, именно белорусские силовики, которые сказали, что им дадут гуманитарный коридор, за ними приедут автобусы и вывезут их в Германию. Помните, был вчера такой вброс? Люди снились с лагеря и пошли прямо на границу, где уже разбивают палатки. А когда они поймут, что это ловушка? Смотрите, как это работает. Изначально мигранты хотели же пойти через КПП, но белорусы их не пустили. Они загнали их в лес, довели до отчаяния, разозлили, где они замерзли, оголодали. И сейчас из лесу. Они их вывели на КПП ровно к польским погранцам. Для чего? Я не удивлюсь, если они просто начнут стрелять им в спину, мигрантам, чтобы они ломанулись в Польшу уже силовым образом. Все. На самом деле, конечно, мигранты могут из двух сторон, между которыми они зажатые, выбрать польскую сторону и пытаться прорываться туда, потому что они точно знают, что поляки на поражение стрелять не будут. Как минимум до второго слова. А вот в фашистах мы не уверены. Ситуация очень надолго. То, что мы видим сегодня... Помните, я как раз вчера в стриме говорила по поводу позиции Газпрома. Так вот, сегодня подтверждение на Лентуру. Газпром отказался бронировать поставки газа через Беларусь и Польшу. Не забронировал на декабрь мощности по прокачке газа по трубопроводу Ямал-Европа. Об этом свидетельствуют итоги аукциона. Надо что-то дальше пояснять за Газпром. Но позиция Москвы, как мы знаем, она никогда не меняется. Они не при чем ише и вообще не при делах. Говорящий глава Путлера Песков заявил, что Россия готова выступить в качестве посредников переговоров по миграционному кризису на границе Беларуси и Польши. И это уже делает. Ну, при этом, естественно, помогать они будут не действиями, а только уговорами западных стран вести диалог с кем? С официальным Минском, как они это делают годами на Донбассе. Мы не при чем разговариваете вот с этими. И, естественно, с ними никто разговаривать не собирается. Точно так же не будут разговаривать с официальным Минском. При этом российская пропаганда уже вбрасывает фейки, что якобы МИД ФРГ заявил, что немецкие власти находятся в прямом контакте с Лукашевским Минском по теме миграционного кризиса. Это заявляет ТАСС. ТАСС, по-моему, скоро будет неуполномочен заявить вообще ничего из того, что будет иметь смысл читать и зрение на это тратить. Потому что на самом деле Хайко Маас выражает критику в адрес режима Беларуси за использование беженцев в качестве инструмента в преддверии заседания Евросовета по внешним отношениям и называет эти действия человеконенавистническими. ЕС даст сегодня свой ответ. Это цитата Хайко. Мы продолжим ужесточение санкций. Мы продолжаем следить за ситуацией на границе. Будут выходить шорты, возможно, будут выходить маленькие короткие ролики прямо на канале. Больше и оперативнее новостей не только на YouTube-канале, но и в Telegram-канале хватит бояться. Будем выпускать по мере поступления то, что действительно важно и нужно вам знать сегодня. А еще по этому поводу я вспомнила пароль от своего ТикТока, на который тоже подписываемся. Как я уже говорила вчера, по налетевшим жалобам ботов, Facebook отключил самое крупное политическое сообщество в Facebook и хватит бояться. И на данный момент, пока я записываю для вас этот ролик, кто-то ломает мой личный аккаунт Facebook, а я не могу попасть ни в него, ни с утра в Messenger. Как же мы им поперек горло всем медийщики. Дырку вы от Бублика получите, а не аккаунт Мартыновой в Facebook. Жыве, Беларусь! Субтитры создавал DimaTorzok